Дай почитать. Во-вторых, совсем недавно, в январе, в рамках известного в нашем городе проекта «Уроки русского языка и литературы» я читала публичную лекцию о проблеме навигации в современной отечественной прозе. И наряду со многими примерами вспомнила, что в 1940-1941 учебном году в советских школах на 20% было увеличено количество уроков по русскому языку и литературе. И зачем-то произнесла банальную фразу «В воздухе уже пахло войной». Наши слушатели – люди думающие и дерзкие, и мне в конце задали вопрос «А сейчас вы ощущаете войну?» Честно, это за дело. Нет, конечно, я ответила, но заноза осталась. Поэтому я остро отреагировала на слова Захара Прилепина к книге, которую он составил и представил «Лимонка в войну». Это книга о предчувствии войны и о том, как эти предчувствия вдруг начинают сбываться. Это сборник рассказов разных людей. Например, Александра Орлова, Робина Беда, Андрея Дмитриева, а потом по позывным – Печень, Ёж, Творог, Генрио, Доброволец и многих других. Все они разного возраста и профессий. Недоучившиеся студенты, бездомные офицеры, политические фанатики, модные журналисты, которым, а в жизни так мало нужно, почувствовать себя кем-то в руке прохладу оружия. Их не везут на войну, они туда едут сами. В Ирак, Корею, Азербайджан, Косов, Донбасс, на Кубу. Их объединяет принадлежность к партии «Другая Россия». Они же, процитирую Захара Прилепина, ныне запрещенные нацболы. Они же лимоновцы. Они же бойцы интербригад. Писатель Лимонов в середине 90-х годов XX века создал в России национал-большевистскую партию, которая известна сотнями скандальных акций по всей России и за ее пределами. НБП запретили как экстремистскую организацию. И Лимонов создал новую партию «Другая Россия», члены которой отличаются завидной гражданской активностью и тем, что с разными целями посетили десяток военных конфликтов в самых разных концах земного шара. Но книга – это не столько о войне, сколько о том, что видят друга Россы, Веране, Осетии, Абхазии, Украине, Чечне. Документальное повествование заставляет задуматься о многом – о политике, о справедливости, о мужестве, о мире, о жизни и о смерти. «Лимонка в войну» – живая история о том, что было в начале XXI века и о возможности понять, что будет дальше. До новых встреч!